МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крестол по украинскому вопросу. О чем договорилась Большая Пятерка в немецком Ганновере? Загадочная смерть политолога. Появились первые версии гибели Андрея Дорошенко. Полицейский, который в Киеве насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, сегодня предстал перед судом. Патрульному избирали меру пресечения. Что просили прокуроры и что решил суд, все расскажет Ярослав Кречко. Заседание еще не началось, а подозреваемый полицейский Александр Прохацкий и его адвокат сразу же категорически отказались комментировать обстоятельства ДТП, после которого погибла женщина. Напомню, полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Причем обещают не разговаривать с журналистами до конца досудебного расследования. Прокуратура сегодня на время следствия потребовала взять Прохацкого под круглосуточный домашний арест. Мол, полицейский, пользуясь связями в нацполиции, может влиять на свидетелей и на экспертов, которые будут проводить экспертизы. На взятии под стражу столичная прокуратура не настаивает, поскольку у подозреваемого двухлетний ребенок. В ходатайстве обвинение заявило о нарушении полицейским правил дорожного движения. Он не пропустил пешехода на переходе, да и на перекрестке, по которому двигалась полицейская машина, поворачивать налево запрещено. Водитель Прохацкий, круче автомобиля РНО «Дастер» не отреагировал на измену дорожной обстановки, игнорующая вимоги дорожного знака. 4-1, рух прямо, проявил неважность, а вимога достатной видимости не зупинился перед регулированным пешеходным переходом и не дал пешеходу дорогу. Адвокат полицейского, да и сам подозреваемый, против домашнего ареста не выступали. Но просили суд сделать его частичным с 22 часов вечера до 7 утра. Мол, полиция проводит служебное расследование и Прохацкому в дневное время нужно будет давать показания еще и своим коллегам. В итоге судья к этим доводам не прислушалась и назначила полицейскому круглосуточный домашний арест как минимум на 60 дней. Прохацкий ни до, ни после заседания не сказал ни слова. Его адвокат решение назвал, цитирую, «наверное, справедливым». Когда начнется рассмотрение дела по сути, пока неизвестно. За нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека, полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Напомню, сразу после трагического ДТП глава нацполиции Хатия Деканаидзе заявила, «Виновные патрульные полицейские будут наказаны по всей строгости закона. Никто покрывать коллег не будет». Дорослав Кричко, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. А в Днепропетровске полицейский пытался продать оружие. За автомат Калашникова и сотню патронов патрульный хотел получить полторы тысячи долларов. Его и подельника задержали. Как раз в момент торгов с потенциальным покупателем позже, во время обыска в квартире полицейского, нашли еще один автомат, дымовые шашки, взрыв пакеты и патроны. Задержаны двое молодых людей при сбытии автомата АКС и 138 патронов. Во время поверхностного осмотра у одного из них было обнаружено оружие травматического действия и слепакет с порошком белого цвета, который напоминает вещество амфетамин. Еще один скандал с полицейским. В соцсетях активисты выложили видео, где патрульный выходит из личного автомобиля, в салоне которого висит шеврон с российским триколором и надписью «Беркут русские своих не бросают». Пользователи соцсетей выяснили, это опознавательный знак третьей мотострелковой бригады «Беркут» так называемого народного ополчения Минобороны ДНР. Она была создана на базе Горловских, Янакиевских и Макеевских подразделений Безлера. Также выяснили, полицейский служит в Дарницком райотделе столичной полиции. Зовут его Николай Брижак. Начальство Брижака на вопрос активистов, знает ли оно, с какой символикой ездят подчиненные, отвечать отказалось. А сегодня руководитель столичного управления нацполиции Андрей Крищенко в фейсбуке написал, полицейский, повесивший в своей машине, процитирую, «освежитель воздуха с шевроном подразделения «Беркут» уволен». Проводится служебное расследование, выводы которого направят в прокуратуру и СБУ. Ну, если на информацию о сотруднике сепаратистской символикой руководство столичной полиции отреагировало оперативно, то реакции на скандальное высказывание главного наркоборца страны Льи Кивы нет до сих пор. Напомню, на прошлой неделе в интервью сайту «Страна.юэй» он нелицеприятно отозвался о бойцах АТО. После чего начальник нацполиции Хатия Деканаидзе заявила, считает такое поведение недостойным и подает документы на его увольнение. Сам он на заявление Деканаидзе ответил, что с должности уйдет, только если этого захочет министр внутренних дел Аваков. За Кивой, напомню, тянется целый шлейф скандальных историй. Его дважды видели с оружием в общественных местах, в поезде и в центре столицы. И, кстати, он до сих пор не прошел аттестацию. Вот правоохранители рангом пониже не могут, как Кива, просто игнорировать переаттестацию и массово идут в суды опротестовывать решения комиссий. Нередко при этом живут, как и прежде, по понятиям, а не по закону. Один из таких бывший ривненский убоповец Александр Волошин. Мы рассказывали уже о драке с его участием. А чем прославился Волошин на этот раз и понесет ли наказание, выясняла Инна Белецкая. Это бывший ривненский убоповец Александр Волошин. Его только что задержали за нецензурщину и сопротивление сотрудникам полиции. В этом отделении он уже второй раз за два месяца и опять в наручниках. В феврале тоже был пьяный, ругался и оказывал сопротивление. При этом официально находился в центральной горбольнице на стационарном лечении. Так, по мнению членов аттестационной комиссии, он пытался уклониться от аттестации. Но ни показания свидетелей, ни протоколы полицейских, ни видео в феврале судью не впечатлили. И он вынес вердикт. Невиновен. Сегодня Волошина опять судят, решают наказывать его за хулиганку и оказание сопротивления полиции или нет. Патрульные, которые задерживали бывшего убоповца, тоже в зале. На заседание пришли чуть ли не всей ротой. Была подана апелляция, но и еще двумя участниками, которые были потерпелыми от хулиганских действий Волошина. И через некоторый час, именно 16 квитня 2016 года, снова данная особа, Волошин Александр Ильич, вкручивает так же хулиганские действия, дельмя хулиганства и вкручивает непокору. Сам Волошин совершенно по-другому рассказывает о том, что произошло и уверяет, никакой драки не было. На мою думку, все люди втручиваются в приватную разговор, в приватное спілкувание. Факты бийки, о которых они рассказывали. Мы факт бийки сейчас будем оценивать. Нам про бийку не понятно. Адвокат Волошина ходатуйствует. Самообороновцы, которые разнимали дерущихся, должны предоставить документы, имели они на это право или нет. Судья принимает просьбу, заседание переносят. Реакция присутствующих более чем бурная. Вы сейчас рассматриваете справу по пьяному милиционеру, по пьяному бывшему милиционеру? Каким регулярным? Или политический процесс? Вы затягиваете суд специально. Бывший УБПовец уходит, ничего не комментируя журналистам. Напомню, из органа Волошина уволили 31 марта по решению аттестационной комиссии. Но он с этим не согласен и пытается восстановиться на работе. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Луцк. Адвокату Надежды Савченко удалось пообщаться с подзащитной. В каком состоянии украинская летчица, которые так и не допустили ни немецких, ни украинских врачей? И каковы шансы на обещанное президентом Порошенко скорое возвращение надежды на родину? Подробнее наш московский корреспондент Данил Русаков. Защитник украинской пленницы Надежды Савченко, адвокат Марк Фегин, посетил Новочеркасское СИЗО. Фото пропуска внутрь пенитенциарного учреждения он опубликовал в соцсетях. Томительное ожидание новостей длилось несколько часов, но уже когда Фегин вышел, стало известно. Сообщать он может не так много. Накануне украинский президент заявил, что Надежда Савченко может вернуться в Украину через несколько недель. О предварительных сроках ее возвращения Петр Порошенко договорился во время последнего телефонного разговора с Путиным. И добавил, просит ни в коем случае не вмешиваться в процесс и не комментировать его, чтобы не навредить. Сам Фегин нам сообщил, что собирается в ближайшее время направиться в Киев. О деталях переговоров в украинской столице тоже ни слова. О самочувствии Надежды Савченко лишь рассказ, что оно удовлетворительное. Она действительно ждет освобождения. Мы с ней поговорили о разного рода перспективах, которые с этим связаны. Обсудили некоторые вопросы с этим связаны. Она написала ряд писем, я их вот забрал, которые я передам адресатам разного рода, но что он конфиденциальный. По словам Марка Фегина, сейчас Надежда принимает пищу, пока лишь детское питание. Воду Савченко тоже пьет, о состоянии внутренних органов у адвокатов информации нет никакой. Защитники и сама пленница рассчитывают, что в следственный изолятор, в конце концов, все-таки допустят украинских и немецких медиков. Надежде требуется основательное медицинское обследование, которое пока что провести так и не удалось. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Азовец Станислав Краснов потерял сознание прямо во время судебного заседания. Его забрала скорая из Шевченковского суда столицы. Еще в начале слушания подсудимый заявил, что перешел на сухую голодовку и вот уже три дня не пьет воду. До этого он голодал 10 дней. Напомню, Краснова арестовали 21 мая по обвинению в государственной измене. По данным СБУ, он был одним из организаторов блокады Крыма и сотрудничал с российскими спецслужбами. Сегодня суд должен был рассмотреть вопрос о продлении ему меры пресечения. Содержание под стражей срок истекает завтра. Судьи объявили перерыв до 18.30, но пока Краснова не доставили в зал заседаний из больницы. Большая пятерка в немецком Ганновере. Там встретились два президента и три премьера. Ангела Меркель, Барак Обама, Франсуа Алан, Дэвид Кэмерон и Маттио Ренци. Говорили в частности и об Украине. Подробнее Татьяна Лагунова. Немецкий Ганновер, замок Херенхаузен. Здесь сегодня прошли переговоры, которые уже назвали мини-саммитом и даже большой пятеркой. Ангела Меркель пригласила поговорить о глобальных проблемах мировой политики. Президента США Барака Обаму и Франции Франсуа Аланда. А также премьера в Великобритании Дэвида Кэмерона и Италии Маттео Ренци. Журналистов сразу предупредили, мероприятия закрыты. Не то, что пресс-конференции, даже коротких заявлений по его итогам пока не запланировано. Озвучили только темы. Сирия, беженцы, борьба с ИГИЛ и международным терроризмом. Будущее Евросоюза и, конечно, ситуация на востоке Украины. Впрочем, кое-какие детали в прессу все-таки просочились. Еще до начала саммита немецкие СМИ сообщили. Хозяин Белого дома попытается убедить европейцев, особенно немцев и британцев, усилить свое военное присутствие на восточных границах НАТО. А именно в Польше, Румынии и странах Балтии. И судя по заявлениям, которые Барак Обама сделал сегодня утром во время выступления на Ганноверской промышленной выставке, информация журналистов недалеко от правды. Российская агрессия нарушила суверенитеты и территорию независимого европейского государства Украины. И это вызывает обеспокоенность у наших союзников на востоке Европы. Угрожает нашему видению целостной, свободной и мирной Европы. И, кажется, угрожает прогрессу, который был достигнут после окончания холодной войны. Об Украине Барак Обама, который прилетел в Германию еще в воскресенье днем, говорил много. Вместе с канцлером Ангелой Меркель. Лидеры заявили, на Донбассе нет стабильного перемирия. Минские договоренности должны быть выполнены. И только после этого Запад будет говорить о снятии санкций против России. Мы приверженцы минских соглашений. Я хочу подчеркнуть важность их скорейшего выполнения. Мы будем использовать для этого все усилия, как в переговорах с Украиной, так и прежде всего с Россией. К сожалению, еще нет стабильного перемирия. Мы должны добиться прогресса в политическом процессе. И все это мы детально обсудили. Канцлер Меркель и президент Оланд неутомимы в стремлении достичь мирного и прочного решения конфликта в Украине. И мы согласны, что все стороны должны выполнять обязательства, которые они на себя взяли. А санкции против России могут и должны быть сняты только когда Москва полностью выполнит обязательства, взятые в рамках Минска. Завершение саммита 5 с нетерпением ждали журналисты. Вдруг все-таки удастся узнать какие-то новости из первых уст. Из жителей Ганновера в надежде, что город снова вернется к обычной жизни. Вчера и сегодня Ганновер был буквально парализован из-за повышенных мер безопасности. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Львовские власти должны ответить за срыв фестиваля равенства. Так считают в парламентской ассамблее Совета Европы. И называют позорное побоище в центре Львова 19 марта результатом бездействия городских властей и полиции. Прошло уже полтора месяца, а виновные так и не найдены. Почему? Разбиралась Галина Якушко. Драки, дымовые шашки, камни. Так праворадикалы разгоняли конференцию активистов ЛГБТ во Львове 19 марта. На этих кадрах видно, полиция не реагирует на действия погромщиков. И вот на официальном сайте ПАСЬЕ появилась декларация под заголовком. Срыв фестиваля равенства во Львове произошел при молчаливой поддержке городских властей и местной полиции. Документ подписали 29 политиков из стран Евросоюза, Польши, Германии и Швеции. Они осудили жесткость столкновений во время фестиваля и требуют привлечь виновных к ответственности. Активисты ЛГБТ-сообщества утверждают, перед проведением мероприятия обращались за поддержкой напрямую к мэру Андрею Садовому. Но городские власти вместо поддержки подали в суд, требуя запретить проведение фестиваля. Мы пытались контактировать с мэрией, получить хоть какую-то от них поддержку, хоть какое-то заявление о том, что они поддерживают идеи равенства и не дискриминации для всех. К сожалению, к нам никто так и не пришли. У Садового сегодня юбилей. 10 лет на должности мэра Львова. И напоминание о том, что произошло, явно портит ему настроение. Говорит, не чувствует ответственности за срыв фестиваля равенства и обвиняет городскую полицию. Это исключительно компетенция полиции. Организаторов фестиваля Садовой называют провокаторами и утверждают, и они, и их оппоненты – это гастролеры из столицы. Мол, понаехали и устроили разборки в центре Львова. Брали участь коллеги из Киева и очень много людей, которые имели антипозицию, также были из Киева. Вот они из Киева приехали все до Львова, свои отношения выясняют. Нави что? Для чего? В Галицком райотделе полиции оправдываются сразу после нападения открыли уголовное производство по факту хулиганства. А неделю назад переквалифицировали статью на массовые беспорядки. Опросили более 10 свидетелей, но виновных так и не нашли. Как и те, кто испортил два полицейских автомобиля. При этом следователь не может объяснить, почему же полиция не задержала беспредельщиков прямо во время погрома. Если полиция и задержит нарушителей порядка, им грозит до 8 лет тюрьмы. Теперь у правоохранителей есть стимул проигнорировать официальный призыв по СЕК Украине. Это не ЛГБТ-активистов отфутболить. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Прописаться или оформить недвижимость за 20 минут и ни секунды больше. Этого требует от центров предоставления услуг мэр столицы Виталий Кличко. Сегодня он провел заседание антикоррупционного совета. Вот что сказал. Прописаться или оформить недвижимость за 20 минут. Чиновников противодавания, ай, идуть, и предпочивая. Кроме того, Кличко анонсировал предстоящие нововведения. Столичные власти планируют запретить продавать алкоголь после 11 вечера во всех магазинах. Проект решения уже готов, но вот когда за него могут проголосовать в Киевсовете, мэр не уточнил. При этом раскритиковал действия протестующих владельцев МАФов, которые в четверг штурмовали администрацию из-за запрета продавать спиртные напитки в киосках. Тогда, напомню, Киевсовет все же разрешил предпринимателям реализовать алкоголь, пока не истечет срок лицензии. Премьер Владимир Гройсман поручил главе фискальной службы Роману Насирову найти и наказать виновных в контрабанде леса, напомнив, что его экспорт за границу запрещен. На прошлой неделе подробности рассказывали о 24 вагонах с кругляком, которые активисты задержали в Чопе на границе со Словакией. По документам это была древесина самого низкого качества из Львовской и Закарпатской областей. Но вот во время осмотра оказалось, что вагоны загружены ценными породами – ясенем, явором и буком, причем качество отличного. На таможне развели руками, лес не досматривали, потому что закон этого не требует. Местная прокуратура уже начала проверку. Я бы хотел, чтобы каждый, кто имеет причинность, кто отправил, кто делал оформление, кто подписывал, они все должны быть покажены, и их материалы должны быть переданы по Национальному антикоррусионному бюро. Я думаю, что без руководства митницы такие вещи не могут делать. Можут быть самыми шоссийские кадровые решения, принимающие по тем, что может быть. Службовое исследование было предоставлено еще не нового года. Это действительно такой вопиющий факт. Уже этого тижня возможно закончить службовое исследование и принять категоричные решения. 85 миллионов евро для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Такую сумму решили выделить Украине, ЕБРР и страны Большой Семерки. Соглашение подпишут уже завтра. Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития сумма Чакрабарти после встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Глава правительства, в свою очередь, поблагодарил мировое сообщество за предоставленную помощь. Напомню, на днях также США выделили дополнительные 10 миллионов евро на экобезопасность нашей страны. Без льгот и поддержки оказались жители граничащих с Чернобылем районов Иванковского и Полесского. В прошлом году правительство Яценюка отменило более 10 видов соцпомощи для ликвидаторов и пострадавших, а также исключило из списка четвертой зоны радиоактивного загрязнения более полусотни населенных пунктов. О том, что вынуждены теперь выживать, люди пожаловались главе фракции оппозиционного блока Юрию Бойко. Сегодня нардеп с рабочим визитом в зоне отчуждения. Накануне 30-летия годовщины аварии на ЧАЭС он приехал поддержать местных жителей и работников станции, а также возложил цветы к стелле с именами погибших. Не такая большая сумма для государственного бюджета, эти деньги на медикаменты, здоровье и питание детей потерпелых на заблужденных территориях. Я не думаю, что стоит забывать людей, которые поклали свое здоровье, чтобы все-таки сохранить нашу государство. Мы подали пять законов, из которых один прошел по восстановлению этих льгот. Причем деньги там небольшие. По закону, который прошел по восстановлению льгот, это всего полтора миллиарда по стране. Это не так много в масштабах страны. Тем не менее, президент использовал право вета под нажимом правительства и остановил действия этого закона. Мы будем бороться дальше, будем преодолевать это вето. Космополитизм по-украински. В Ужгороде задержали местного чиновника с иностранными документами. Кто он и на чем взяли, об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. В Кировограде спустя 10 месяцев нашли экс-сотрудника УБОПа, виновника ДТП, в котором погибли две женщины. Задержан он был в Черниговской области на съемной квартире. Сегодня суд определил ему меру пресечения. Подробности выясняла наш корреспондент Елена Брынза. Эта авария произошла почти год назад, в ночь на 21 июня. Черная Тойота, проигнорировав красный сигнал, на скорости вылетела на перекресток и протаранила Рено. В нем ехали пять человек, в том числе молодожены. Погибли две женщины, одна из них невеста. 11-летний мальчик получил серьезные травмы. Водитель, как вскоре стало известно, бывший сотрудник УБОПа, 34-летний Вадим Данилов. С места аварии скрылся. Тогда подозреванному удалось втекти за кордон. Для нас его затримание стало справедливым выкликом. За эти действия ему загрожает покарание в виде избавления свободы на срок до 10 лет. Задержали подозреваемого только два дня назад в Черниговской области на съемной квартире. На суде он признался, был сначала в Беларуси, потом в России. Мол, хотел заработать денег на ремонт Тойоты. О трагических последствиях аварии якобы ничего не знал. Но на решение судей такие оправдания не повлияли. На месте пригода не залишился и не сообщил про дорожную транспортную подъю в органы или подраздели милиции. А наоборот, с места пригода с них застосовывать запобежный защит в виде держания под вартою до подозрева на Данилова Вадима Васильевича сроком на 60 дней. Где вы были весь этот час после того, как произошло в ДТП? Вы отмываете говорить? Следствие по данному уголовному производству продолжается. Конкретных сроков передачи дела в суд в полиции пока не называют. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Запорожские полицейские инсценировали убийство бизнесмена, чтобы задержать заказчика преступления. На выходных город облетела новость о нападении на человека, которого подорвали гранатой в собственном джипе. СМИ растиражировали информацию, фотографии и видео с места преступления. Но сегодня в управлении нацполиции сообщили, это была имитация для того, чтобы поймать с поличным заказчика. Его уже задержали, когда подставной киллер приехал за вознаграждением. Заказчиком оказался уроженец Азербайджана, который хотел устранить бизнес конкурента. Для достоверности пришлось приглашать гримеров, а также затюнинговать автомобиль, якобы поврежденный взрывом гранаты. Также можно сказать о том, что после исполнения этого убийства заказчикам планировалось заказ еще одного убийства. В Закарпатье за нарушение правил дорожного движения штрафовали начальника областной миграционной службы. Об этом на официальной странице в соцсети сообщила патрульная полиция. По данным правоохранителей, водитель поехал под знак «Движение запрещено». Интересно не это. Интересно то, что нарушитель во время составления протокола обманул правоохранителей. Указал, что предприниматель работает за границей и предъявил водительские права, выданные в Чехии. Уже позже, проверяя личность водителя, полицейские установили, что он на самом деле не тот, за кого пытался себя выдать. Теперь начальник миграционной службы должен уплатить штраф. А вот повлияет ли этот инцидент на его дальнейшую карьеру, пока неизвестно. Сегодня, по крайней мере, чиновник был на службе. В суде над Геннадием Кернесом сегодня допросили одного из главных свидетелей обвинения, нардепа Антона Герасченко. Когда-то он работал помощником у Кернеса, а вот теперь выступает против него в суде. О чем рассказал и что вывело харьковского мэра из себя, знают наши корреспонденты. Этого свидетеля обвинение будто держало на закуску. Из всех, кого допрашивали раньше, Антон Герасченко первый, кто подтверждает слова потерпевших. Рассказывает, вечером 25 января 2014-го он вместе с Александром Кутяниным и еще одним их товарищем подъехал к гостинице «Националь», где живет Геннадий Кернес. Там фотографировали машины с российскими номерами. Почти сразу их увидела охрана мэра и началась погоня. Они окружили машину. Он стучал по стеклу, требовал от нас выйти из машины. И все это произошло через буквально минуту или 30 секунд после того, что мы делали видеосъемку в гостинице «Националь». Герасченко рассказывает, выпустил товарищей, чтобы те скрылись во дворах. Сам все же смог сбежать на машине. А вот Кутянина якобы поймала охрана Кернеса. После этого обманом выманили его друга Сергея Ряполова. И уже обоих повезли на аудиенцию к мэру. Тот, по словам потерпевших, им угрожал, а Ряполову даже разбил нос. Обратиться в милицию с жалобами они рискнули только после победы Майдана. Герасченко признает, помог тогда своим знакомым оформить заявление. Кернес стоит дело, перебивает свидетеля. Продолжает настаивать. Дело сфальсифицировали. Считаем, что это сделал Антон Герасченко в угоду Арсену Абатова. Герасченко это опровергает. Кернес имеет полное право говорить все, что он хочет. Естественно, не признавать никакие вины. Они пытаются представить так, что это вообще не существовало. Но эта позиция, я уверен, будет опровергнута. Свидетеля допрашивают около четырех часов без перерывов. Адвокаты Кернеса припоминают Герасченко. Тот в свое время активно писал об этом деле в соцсетях. Не раз говорил о харьковском мэре, как о преступнике. А это давление на суд. Заявление очень просто и содержит оно факты нарушения презумпции невиновности. Эту позицию адвокаты попросили приобщить к материалам дела. Судья согласился. В течение всего процесса одиозный харьковский мэр держался достаточно сдержанно, пока дело не дошло до обсуждения даты следующего заседания. В прокуратуре настаивали, его нужно провести на следующей неделе. Кернес ссылался на плохое самочувствие. И тут прокурор припомнил ему, что в СМИ недавно проскользнула информация, мол, тот, несмотря на здоровье, летал в Москву. После этих слов мэр сорвался. Я встречался с президентом федерации российской, федерации борьбы. А в страну, как вы говорите, Россия. Я попал через страну Беларусь. Вам понятно или нет? Кернес заявил, ездить каждую неделю на суды он не может и не будет. В случае, если ему не пойдут на уступки, и вовсе оформит больничный. Судья назначил следующее заседание на 16 мая. Алла Матюшок, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Глава Щадбанка Андрей Пышный проиграл суд информагентству «Украинские новыны». После публикации материалов о скандальной поездке руководства Щадбанка на футбольный матч в Варшаву, банкир попытался обвинить журналистов к левете. Но суд отказался удовлетворить иск Пышного к информагентству, а также к нардепу Николаю Скорику, который называл его взяточником. Сложно сказать, чем руководствовался господин Пышный, когда подавал суд на меня и одновременно в этом же иске на независимое средство массовой информации. Привлечь дополнительное внимание общественности к такому неблаговидному деянию. Пиар такой достаточно получился. Андрей Пышный подал в суд на «Украинские новости» за цитирование оппозиционного политика, который, анализируя его полет в Варшаву, скандальный полет в Варшаву Пышного, назвал его взяточником. Агентство дословно процитировало политика, что не понравилось Андрею Пышному, и он решил нас подать в суд. Суд стал на нашу сторону. Суд признал, что мы были абсолютно правы. Народное волнение в Беляевке, в Одесской области. На пикет вышли несколько сотен человек. Чего требуют от чиновников, выясняли наши корреспонденты. У здания Беляевской райадминистрации жители городка и коллектив райбольницы пришли защищать главного врача. Утверждают, местные власти хотят уволить Виталия Маковецкого, а это несправедливо. Он настоящий профессионал и хозяйственник. Мы не хотим и не желаем перемены без нашего согласия. Коллектив у нас более тысячи человек, и нас не спросят, хотят менять руководство. Маковецкий! Маковецкий! Поддержать митингующих приехали депутаты оппозиционного блока. Объясняют, истинной причиной скандала стали закулисные интриги в райсовете. И обещают не допустить увольнение Маковецкого, даже если придется идти в суд. Есть кулуарные договоренности между фракциями, которые вошли в Беляевский районный совет. Хотят назначить своего врача, своего ставленника, родственника при том, который не совсем хорошо прославился на должностях, которых он занимал раньше. Сам Виталий Маковецкий говорит, знает обо всех этих интригах, но не боится. Завтра на сессии райсовета он собирается зачитать отчет о работе больницы в прошлом году. По всем показателям, работа наша не хуже, чем в других районах. В некоторых даже показателях лучше, чем в некоторых других районах. Районные власти тем временем заверили митингующих. Вопрос об увольнении главврача пока не стоит. Хотя и не исключено, что на завтрашней сессии кто-то из депутатов может вынести такой проект на голосование. Оксана Марченко, Виталий Петрук. Подробности телеканал Интер. Одесская область. В столице продолжают расследовать смерть политолога Андрея Дорошенко. Накануне он погиб в результате падения из окна многоэтажки. Что могло стать причиной такого поступка, выясняли мои коллеги. Тихий дворик в Соломинском районе Киева. В воскресенье случайный прохожий обнаружил тело мужчины. Как позже выяснилось, погибший политолог Андрей Дорошенко. Все произошло около 14 часов дня. По словам жителей дома, Дорошенко выпал с последнего технического этажа девятиэтажки. Из одной квартиры, там мужчина выходил, говорит, стоит бля векна между девятым и восьмым поверхом. Ну, думал, что он просто курит там человек. То, говорит, сел легко и спустился вниз. А потом чует, что это выпал. Ну, видать, он сам выпрыгнул. Буду же, хоть даже на цей козырок лепал, а прямо на асфальте. С добрым разгоном прыгал. Жители многоэтажки сообщили, Дорошенко не их сосед. Нет в этом доме у него ни родственников, ни знакомых. Жил политолог буквально через дорогу, вот здесь, на втором этаже. Сегодня двери его квартиры отпечатаны. Соседи немногословны, да и рассказывать им особо нечего. Говорят, квартиру Дорошенко купил недавно и с новым соседом познакомиться не успели. О том, что Дорошенко был замкнутым человеком, рассказывает и бывший нардеп Тарас Черновилл. Политолог когда-то работал у него помощником-консультантом. Никогда о личном не говорил, даже о том, что у погибшего есть жена Черновилл узнал только вчера. Говорит, в последнее время у Дорошенко новых проектов было немного. В следствии рассматривает две версии гибели, в том числе и убийства. За этим фактом распечатано криминальное проведение за статтею 115 Криминального кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией и самогубством. Окончательную причину смерти пока что не установили. Следователи опрашивают родных и близких, но главная версия это самоубийство. Да и видимых следов борьбы на девятом этаже, откуда выпал мужчина, нет. Ольга Рысар, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. В мирную Правдовку, которая находится в 20 километрах от линии соприкосновения, пришла война. Вчера боевики выпустили по селу 50 снарядов. С чем столкнулись и как с последствиями обстрела справляются местные жители, видела наш военный корреспондент Ирина Баглай. Тихое село Правдовка. В ночь на вербное воскресенье здесь впервые за два года увидели ужасы войны. Сюда, чтобы прилетали или отсюда, не было такого никогда. Что это за воронки глубиной до трех метров? Военные объясняют, снаряд не разорвался, а там где разорвался, вот такие борозды от осколков. Это основное место разрыва снаряда. Здесь нет больших воронок. Но вот судя по таким следам от осколков, можно сказать, что в осколочно-фугасном снаряде была установлена часовая трубка и осколки разлетались просто над головами. Четыре разрушенных дома, в остальных выбиты стекла. В селе проживает 300 человек. Вчера отсюда начали уезжать те, у кого маленькие дети. Украинская военная разведка засекла, откуда били боевики. Это Ясиновка, недалеко от оккупированной Ясиноватой. Одновременно стреляли и из Горловки, что в 20 километрах от села. Били из пушек гиацинт-Б. Дальность прицельного огня 27 километров. А это те самые пушки боевиков. В огонь ввелся по населенному пункту. Были застосованы беспилотники. Потому что свистело над моим домом, летело со стороны Ясиноватой. С их помощью боевики сбрасывали вот такие трубки. Внутри граната и пластид. Были застосованы выбуховые пристрои для того, чтобы позначити местя, по которых ввести огонь. Село понемногу восстанавливают. Уже дали свет, заменили разбитые участки газопровода. Факт обстрела зафиксируют международные наблюдатели. Но ощущение относительной безопасности люди потеряли. Даже 20 километров, которые отделяли их от линии фронта, не гарантируют, что враг снова не наведет свои орудия на жилые дома. Ирина Багна, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Неспокойно в Широкине, на Мариупольском направлении. Боевики били запрещенных минскими соглашениями гаубиц и тяжелых минометов. Всего за сутки поселок обстреляли 10 раз. В целом же, на юге зоны АТО ситуация после небольшого затишья вновь обостряется. В штабе антитеррористической операции это связывают с ротацией боевиков. Скандальное расследование. Британский телеканал BBC подготовил фильм об альтернативных версиях катастрофы малазийского Боинга на Донбассе. Какие сенсации могут быть в ленте, узнавала Светлана Чернецкая, наш сапкор в Лондоне. Кто сбил MH17 под таким названием, через неделю на телеканале BBC2 выйдет документальный фильм. Его сняли в рамках программы The Conspiracy Files в переводе «Теории заговора». На официальном сайте канала всего лишь короткий текстовый анонс. И он, в принципе, не оставляет вопросов. В картине проанализирует конспиративные версии, которые обсуждались в соцсетях. Показания свидетелей, фотографии со спутника, телефонные прослушки и записи скрытой камеры соберут вместе и попробуют отделить факты от вымысла. Классический анонс фильма, призванный заинтересовать зрителя. И все бы ничего, но к его рекламе очень активно подключились британские таблоиды. Sunday Express свою статью озаглавил так. Шокирующие заявления. Украинский истребитель сбил малазийский рейс MH17. В материале говорится о фигурирующем в документалке эксперте Сергея Соколове. Уверенном, что это проделки ЦРУ, которая подложила бомбу на борт Боинга. Сам Соколов, кстати, известен еще со времен Ельцина, как автор срежиссированного политического компромата, в чем сами признавался. Еще одним экспертом выступает Билли Сикс. В фильме его называют независимым журналистом-расследователем. Но автор международной группы корреспондентов «Беллинкет» Христо Грозев напоминает о связи Сикса с Москвой. Три года назад глава российского МИДа Сергей Лавров якобы спас его из сирийской тюрьмы. Не дожидаясь премьеры картины, украинские блогеры начали копать информацию о ее авторе. Им оказался часто критикуемый скандальный продюсер Майк Рудин. В том числе за документальные проекты о взрывах 11 сентября, где рассматривалась вероятность, что теракт в США устроила американская ЦРУ. Но, похоже, поспешных выводов все же делать не стоит. В корпорации BBC уже выступили с комментарием на статью в таблоиде. Говорят, издание исказило программу. И в отличие от заголовка, на самом деле эксперты в программе говорят о низкой вероятности, что Боинг сбил украинский истребитель, поскольку он не может летать на такой высоте. Уверяют о сбалансированной точке зрения и беспристрастности фильма. И подчеркивают, что подробно рассматривают результаты официального голландского расследования, которое убедительно свидетельствует о том, что самолет был сбит мощной ракетой «Земля-воздух». Ну а нам, похоже, остается все-таки дождаться премьеры документальной картины и уже тогда делать свои выводы. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Ливия была моей самой серьезной ошибкой. Итак, президент США Барак Обама в интервью телеканалу Fox News подвел итоги своего президентства. Заявил, что его администрация не просчитала последствий свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи. Уже прошло пять лет с тех пор, а страна действительно до сих пор охвачена разборками между кланами. Эксклюзив подробностей. Репортаж Вениамина Трубачева. Блокпосты один за другим. Полиция, нацгвардия. Это дорога из Туниса в Ливию на границе танки и машины с военными. Это Тунис, а за этой колючей проволокой уже начинается территория Ливии. И до города, который контролируют боевики исламского государства, приблизительно 10 километров. И террористы постоянно предпринимают попытки пересечь границу. В таких случаях тунисские военные без предупреждения открывают огонь. Ливия когда-то самое богатое государство в Северной Африке. Здесь колоссальные запасы нефти. Теперь превратилась в страну изгоя с постоянными терактами и перестрелками. Сейчас граница открыта, но когда террористы в Ливии активизируются, ее закрывают. Днем тихо, а вот ночью иногда слышно, как стреляют. Я вам не рекомендую дальше ехать. У нас будет все, свобода и нефть. Так пять лет назад кричали те, кто повалил режим диктатора Муаммара Каддафи. Но ни свободной, ни богатой Ливия не стала. Сейчас в ней фактически три правительства и множество вооруженных группировок. Этой неразберихой воспользовались боевики ИГИЛ. Они захватили целые города на побережье Средиземного моря. Четких границ территории, которые контролирует ИГИЛ, не существует. Они могут появиться в любом поселке или городе и также быстро исчезнуть. Террористы ездят по проселочным дорогам, чтобы остаться незамеченными. Но военные периодически устраивают засады. И вот местные рассказывают, что на этой легковушке ехали вооруженные джихадисты. Их расстреляли, а автомобиль сожгли. Это все, что от него осталось. Джихадисты ездят на джипах с установленными пулеметами. Перестрелка с полицией может произойти в любом месте. На этой улице только что закончился бой. Есть еще несколько групп исламского государства. И мы продолжаем на них охотиться. Кажется, местные к этому давно привыкли. Пустыня, нет ни домов, ни людей, только стадо верблюдов и бедуин. Но даже здесь можно встретить боевиков ИГИЛ. Здесь постоянно ездят вооруженные люди. Но меня не трогают. А я не интересуюсь, кто они такие. Мое дело смотреть за верблюдами. Если ИГИЛ и дальше будет закрепляться в Ливии, НАТО всерьез рассматривает возможность проведения широкомасштабной воздушной операции, чтобы не повторилась ситуация, как в Ираке и Сирии, где террористы годами контролируют территории. Венеамин Трубачев, Юрий Романюк и Мариана Бурякова. Подробности телеканал Интер. Ливия. В Ливии работают тысячи украинцев. В основном это врачи. И некоторые из них сейчас находятся в городах, захваченных боевиками ИГИЛ. В каких условиях они трудятся и есть ли угроза для их жизни, смотрите завтра в подробностях. Два человека погибли, еще двое ранены во Франции, в ходе перестрелки. Трагедия произошла возле школы в городе Гренобль. Огонь вели из пистолетов. Один из стрелявших погиб на месте, другой находится в госпитале. Двоих пострадавших доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии. По словам полиции, погибшие не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. Причиной перестрелки могли быть криминальные разборки. Дружба против Трампа. В республиканской партии США придумали, как бороться со скандальным миллиардером, который лидирует в гонке за право стать кандидатом в президенты от республиканцев. С подробностями из Вашингтона наш Сапкор Тихан Тетко. Чтобы не допустить выдвижения Дональда Трампа кандидатам от республиканцев, его оппоненты, сенатора Техаса Тед Круз и губернатор Огайо Джон Кейсик, решили объединиться. Праймерис США выходит на финишную прямую, и скандальный бизнесмен все ближе к тому, чтобы получить 1237 голосов делегатов партийного съезда, которые дадут ему автоматическое выдвижение. Круз и Кейсик на оставшихся Праймерис решили уступить друг другу Штаты, где они имеют наибольшие шансы на победу. Круз концентрируется на Индиане, Кейсик на Орегоне и Нью-Мексико. Республиканцы по всей стране понимают, что Дональд Трамп не лучший кандидат, чтобы противостоять Хиллари Клинтон. Если он станет кандидатом, Клинтон победит и очень уверенно, а мы в результате потеряем контроль над Сенатом и Палатой представителей. И Круз и Кейсик говорят, вместе, не допустив Трампа до выдвижения кандидатам, они способствуют объединению партий. Сам бизнесмен ответил, не стесняясь выражения. Ого! Только что объявлено, что обманщик Тед Круз и Джон Кейсик вступили в сговор, чтобы не дать мне получить выдвижение кандидатам. Какое отчаяние! Развязка близка. Завтра Праймерис пройдут в пяти крупных штатах, в том числе в Коннектикуте и Мэриленде. Их результаты и дадут ответ на вопрос, есть ли шансы у Круза и Кейсика остановить Трампа. Или же он недостижим для них. Похожая ситуация, кстати, и в демократическом лагере. Завтрашний супер-вторник, сразу в пяти штатах, может закрыть вопрос о том, будет ли сенатор Берни Сандерс и дальше бороться за право стать кандидатом от демократической партии. Пока все указывает на то, что эта возможность упущена. И именно бывший госсекретарь Хиллари Клинтон почти со стопроцентной вероятностью сможет побороться за кресло в Белом доме в ноябре. Тихон Дзитко, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Дважды мезальянс. США обсуждают неожиданный брак 90-летнего экс-сенатора. Какой бес его попутал, узнаете из нашего обзора. У летних Олимпийских игр в Токио наконец-то появился логотип. Япония представила окончательный вариант эмблемы. Победителя выбрали из четырех финалистов. Бело-синее кольцо с шахматным узором символизирует многообразие стран мира и их культур. В конце прошлого года организаторам Олимпиады 2020 пришлось отказаться от уже утвержденного логотипа, поскольку бельгийский художник обвинил автора в плагиате. Шпаги на пляже. Французский фехтовальщик и пятикратный чемпион мира Гатти Грюмье вместе с коллегой, обладателем золота Олимпиады 2004 года, югом Абри принялись оттачивать свои навочки на пляже Рио-де-Жанейро. Туда спортсмены отправились после того, как не смогли получить доступ к тренировочной зоне. После спарринга оба шутили, мол, изобрели новый вид спорта – пляжное фехтование. Секс-игрушкой в женщину-полицейского швырнул мужчина в Норвегии. Хулигана арестовали, а об инциденте сообщили на страничке полицейского участка в соцсети. Мужчине предъявлено обвинение в домогательстве к должностному лицу, но что стало причиной его неподобающего поведения – неясно. Комментировать произошедшее руководство полиции отказывается. Жениться на мужчине после смерти супруги решил бывший сенатор США Харрис Оуфорд. 90-летний политик представлял Пенсильванию, работал у президента Кеннеди и правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего. В 70 лет Оуфорд потерял жену, с которой вырастил троих детей. А пять лет спустя влюбился в 25-летнего юношу. В субботу молодожены сыграют свадьбу. Радоваться и наслаждаться жизнью советует древняя мозаика, которую археологи обнаружили в провинции Хатай на юге Турции. Надписи, сопровождаемые изображением скелета с кувшином и буханкой хлеба, примерно 2500 лет. По мнению археологов, жизнеутверждающая картина могла украшать столовую богатого античного дома в городе Антиохия. Приятная неожиданность. В пражском зоопарке горилла Шендо родила детеныша. Беременность самки никто не заметил. Специалисты считали, что она просто поправилась. Да и предыдущие попытки выносить малыша были неудачными. Смотрители не нарадуются. 24-летняя Шендо обращается с первенцем, как опытная мама. Снег посреди весны. Этой ночью засыпало Львовскую и Закарпатскую области. Правда, пролежал снег недолго. Уже утром от него не осталось и следа. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Весь день во Львове шел дождь, иногда с мокрым снегом. Температура не поднималась выше 3 градусов. На дорогах очень скользко. И водителей, да и пешеходов призывают быть осторожными. На этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся в этой студии уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова